здравствуйте приветствую вас на видеоканале школа доктор скачков если вы любите пить чай китайский и у вас появляется одно из тех состояний о которых я сейчас расскажу возможно вы не все знаете как приготовить чай правильно у одних нарушается питание хряща в суставах и появляется хруст в суставах что такое хруст в суставах недостаточное питание недостаточное количество синвяльной жидкости которую питает сустав и у вас уже явление артеоза на первой стадии можно найти если вы вовремя не избавитесь от хруста в суставах то появляется артроз 1 2 3 стадии на 4 идет пересадка сустава если у вас хрустят суставы напишите в форум хочу избавиться от хруста в суставах также возможно другая ситуация очень часто в лоханках почек накапливаются соли пишут солевой диатез на узи вы знаете там пишут эхо позитивные включения о чем это говорит о том что не все компоненты из чая китайского из листа прошли спокойно через ваш организм и удалились через мочевыделительную систему кое-что осталось ваших почках и дальнейших событий в принципе два если вы пьете малое количество жидкости на этом фоне не воды а жидкости то у вас песочек ухрупняется появляется камни то есть мочекаменная болезнь следствием за мочекаменной болезни сразу идет пила нефрит и на перспективу почечная недостаточность те у кого нерегулярное использование жидкости я имею ввиду вы то пьете много то не пьете вовсе вас периодически может обостряться цистит у женщин либо простатит у мужчин иными словами гидродинамический удар по почкам солевой диатез песочек начинает выделяться с мочой раздражает мочевыделительную систему и самые предусмотрительные занимаются профилактикой солевого диатеза а самые беспечные бегут к врачу урологу за очередную порцию антибиотиков которые в этом случае приносит не пользу а вред уничтожая сапрофитную микрофлору и создавая проблемы для этого человека в лечении ну и добавляя клиентов диетологом гастроэнтерологом потому что антибиотики действуют не только на бактерии которые гипотетически могут находиться в мочеполовой системе хотя их там нет причина не инфекция а причина выделения солей оксалатов кальция либо магния с мочой и на соли антибиотик не влияет никак а нарушить работу почек может легко а изменить состав микрофлоры кишечнике может легко если у вас после курса антибиотиков появилась вдутие живота то бессмысленно назначать новые курсы антибиотиков нужно изменить систему питания справиться с патогенной микрофлорой в кишечнике и ваш уровень здоровья увеличится улучшится кстати если у вас просто даже без курса антибиотиков периодически бывает вдутие живота урчание то напомню что чай содержит не только коллоид кофеин которые улучшают работу мозга и ради чего и пил чай чаще всего там есть еще два алкалоида теабрамин и теофилин механизм действия которых связан с тем что они раздражают пищеварительную систему дупоноса и на веслами нарушает переваривание пищи если вы неправильно приготовили чай нарушая регулярно переваривание пищи ваше пищеварение нарушается питание организма нарушается и у вас может появиться еще один диагноз называется вегетососудистая дистония если вы считаете что это просто низкое артериальное давление напомню что слабая сердечная мышца и не может обеспечить ваш организм питанием под более высоким давлением и у вас нет давление нужно повышать заставлять ослабленное сердце работать обеспечить правильное питание сердечной мышцы следствием чего давление самостоятельно и поднимется это разные вещи и почему вы не видите понос при употреблении чая просто часть чаще всего содержит дубильные вещества особенно если вы не знаете как правильно выбрать чай ссылочку на видео на моем канале вы уже видите зависимости от того какое сырье вы используете для заваривания чая вы получаете те результаты которые получаете иными словами если вы хотите избавиться от этих проблем о которых я обозначил в этом видео а именно вылечить вегетосуистую дистонию избавиться от хрустов суставов избавиться от солевого диатеза в почках устранить вероятность развития обострения цистита либо простатита пиелонефрита мочекаменной болезни то нужно изменить способ приготовления чая на правильный и в этом видео я вам дам два основных способа как приготовить чай правильно чтобы постепенно избавиться от тех проблем о которых рассказал в начале видео итак первый способ что вы делаете но это самый простой способ имеет правда некоторую особенность они я расскажу тоже в этом видео вы берете выбранный вами лист чая китайского добавляете на пол чайной ложки листьев добавляете щепотку сахара заливаете крутым кипятком накрываете крышкой настаиваете в чашке в течение там трех пяти минут редко больше далее добавляете молоко обязательный ингредиент и чай с молоком готов я бы сказал это английский чай с молоком который готовится очень просто он имеет несколько интересных особенностей если вы не контролировали весь путь чайного листа от плантации до вашей чашки он мог попасть во влажные условия и на поверхности такого чайного листа могут развиваться возбудители грибковых инфекций производят канцерогенные афлотоксины если вы именно таким способом регулярно заваривали чай то возможно вам понадобится моя книга рак профилактика ранние диагностика в которой я учел и другие факторы риска учитывая которые проверив через них свой образ жизни вы можете определить есть у вас вероятность развития онкологических процессов либо нет правильно у вас образ жизни или не самый здоровый и нужна специфическая коррекция тем более что в книге есть сведи сведенная таблица где факторы риска сведены вместе и можно предположить развитие онкологических процессов конкретных органах и системах они в принципе есть у вас склонность онкологии либо нет также очень важно что именно такой способ приготовить чай он не самый простой в плане токсической нагрузки и дополнительная порция токсинов попадая с таким чаем может нарушать выделительную функцию печени почек возможно вам понадобится еще одна моя книга секреты здоровья или что делать если у вас есть печень и почки чтобы подстраховать свой организм и помочь ему работать таких условиях лучше а если вы в принципе еще часть молоком только рассматриваете как продукт питания и как прекрасное лечебно-профилактическое средство по отношению к тем болезням о которых я обозначил возможно вы абсолютно здоровы но хрустят суставов ваших более старшего возраста родственников либо у них есть солевой диатез мочекаменная болезнь возможно у них есть артроз суставов остеопороз костной ткани возможно у них есть вегетососудистая дистания по гипотоническому типу то есть они несколько впереди вас и вы понимаете что генетику нельзя отменить и вы тоже движетесь в этом же направлении то тогда я бы советовал вам изменить способ приготовления чая китайского немножко по до заварить чай нужно с молоком но несколько больше приложить усилий на выходе больше здоровья и меньше рисков для жизни и как приготовить чай с молоком по второму способу я вам расскажу сейчас вам нужно вновь на одну порцию примерно там 250 300 миллилитров емкость которую вы помещаете выбранный вами чай в количестве пол чайной ложки заливаете примерно треть посуды 3 четверть посуды заливаете крутым кипятком и ожидаете то время которое нужно будет для появления первого цвета чтобы при этом получаете находящиеся на поверхности чайного листа возбудителя грибковых инфекций и произведенные ими афлотоксины вы их не сможете удалить механически другим способом кроме как заставив воду проникнуть внутрь листа и выходя из чайного листа смыть с поверхности вот вы первую заварку получаете фактически с концентратом афлотоксина который обладает канцерогенной активностью и безусловно как только появился цвет в эту заварку должны слить чайный лист у вас более чист и теперь можно заваривать его продолжать правильно добавляете щепотку сахара заливаете нужным количеством воды кипятка естественно накрываете крышкой настаиваете в зависимости от выбранного вами вида чая 35 реже больше минут далее можно процедить и добавить молоко либо можно не процеживать а в эту емкость добавить горячее молоко и чай с молоком английский чай с молоком готов этот чай безопасен как по отношению к вашей печени почкам потому что токсины вы уже удалили а также безопасен и прекрасным будет работать на этом ваша иммунная система и риск онкологических заболеваний также для вас будет снижен более того что вы получаете дополнительно по отношению к тем болезням о которых я обозначил лист чая китайского содержит щавелевую кислоту если вы не сможете ее нейтрализовать в чашке то всасываясь кровь она находит там кальций магний образуются нерастворимые в воде оксалаты кальция либо плохо растворимые воде оксалаты магния и та и другая соль начинает выделяться с мочой если вы не пьете воду правильно регулярно то появляется солевой диатез почках если вы как я вначале видео сказал то пьете то не пьете то у вас сухоедение практически то гидродинамический удар по почкам то следствие последнего обильного употребления воды оксалаты начинают выделяться с мочой раздражают у женщин цистит образуется у мужчин цистит и простатит улитрит также будет присутствовать в этом случае и вам вновь не нужно проводить курс антибиотиков вам нужно просто наладить правильное питание правильно употреблять чай китайский также очень важный момент дубильные вещества которые находятся в чай китайском они усиливают увеличивать вероятность онкологии по отношению ко всей пищеваритной системе и неважно вы употребляете чай холодном виде у вас резко повышается рик рака толстого кишечника если вы употребляете чай в очень горячем виде есть такие любители то механической и химическая и термическая травма вверх начальных отделов органов дыхания вас повышается риск рака языка города пищевода и желудка просто термический удар по этим органам усиливает патогенное действие дубильных веществ от которых избавляет вас белки молока вас образуются тонаты альбуминатов уже в чашке и дубильные вещества пройдя транзитом вашу пищеварительную систему не могут ей навредить не могут увеличить риск развития онкологии а что делать со щавелевой кислотой так молоко же прекрасный источник кальция оксалаты кальция нерастворимые в воде образуются у вас в чашке проходят транзитом вашу всю пищеварительную систему и не могут попасть щавелевая кислота в кровь и обострить вам солевой диатез цистит простатит понимаете как все интересно более того теперь вы не будете терять кальций из вашего организма и остеопороз это не про вас в перспективе артроз суставов также не про вас потому что таким образом приготовленный чай с молоком он является лечебно профилактическим средством в этих случаях кстати и женщины будут более спокойны если они регулярнее будут использовать чай с молоком или чай без молока когда женщина использует просто заваренный чай щавелевая кислота попадая в кровь и снижая уровень кальция и магния повышает стрессовую напряженность у этой женщины если женщина изменит свой способ приготовить чай и будет чаще использовать чай с молоком напряженные отношения с окружающей средой не закончится конечно тот способ приготовить чай который я обозначил он простой есть более сложный фактически это чайная церемония в которой важно соблюсти разные нюансы чтобы получить максимальную пользу из выбранного вами листа чая китайского а на финише когда чай уже приготовлен добавляется горячее молоко в этом случае еще больше полезных веществ попадает ваш организм у вас быстрее получится избавиться от хруста в суставах и от солевого диатеза в почках предупредить обострение цистита простатита ветососуистой дистонии остеопороз артроз суставах это тоже будет не про вас и нервная система вас будет работать прекрасно вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео можете поставить на это видео лайк если у вас остались какие-то вопросы напишите свои вопросы в комментариях по мере наличия свободного времени буду на них отвечать и подумаю возможно вас интересует какая-то тема видео связанные с чаем с кофе напишите предложите ее я рассмотрю и свое время опубликую на этом видео канале если вы еще не подписчик становитесь подписчиком если не хотите становиться подписчиком занесите канал вызбранное чтобы не терять с ним связь и получать важную информацию вовремя до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктор скачко в instagram